Всем снова привет, ребят! Снова на канале ОМЗАП. Наш филиал в Капотне. Для вас сделаем постоянные обзоры. Ну и сегодня можем опять пробежаться по римзоне. Сегодня есть так, что показать. Есть пара интересных машин. Давай пробежимся с собой. Покажем. Ну, первым автомобилем очередной у нас Grand Star X. Пойдемте туда даже сразу покажу. Есть у них такая болячка. Точка крепления подрамника. Со временем погнивают. Вот уже здесь вырезали гнилушку. И сейчас будем сюда вваривать, изготавливать и вваривать уже новые пятаки под подрамник. Очень часто сейчас, все чаще-чаще люди приезжают с такой проблемой. Машинки уже старенькие, уставшие. И это у нас уже работа становится на поток. Вот тут уже вырезаны заготовки. Сейчас будем доводить до ума. Следующий автомобиль у нас с тобой Спортажик. Приехал на большой комплекс работ. Машинка уже с приличным пробегом. Давно ей не занимались. Здесь сейчас не будем мыть радиаторы. Замена клапанной крышки, потому что замена прокладки идет очень часто. Не помогает. Пошла деформация самой крышки. Будем ставить новую. Ну, в процессе, пока этим занимались, он уже видно, а у него гофра лежит у нас с тобой на столе. Гофра прогорев, ставим новую. Плюс замена рулевой рейки, а также сняли гофру. Там у нас нижний катализатор стоит. Было сразу увидели, что катализатора практически нет. Он уже наполовину выгорел. Поэтому список работ немножко расширился. Будем все это дело восстанавливать. Клиент хочет, чтобы автомобилю вернуть вторую молодость. Вот мы этим как раз сейчас и занимаемся. Саша, а это что за вкладыш? О, здесь у нас с тобой, смотри, тут как раз накануне у нас было много интересных автомобилей. Здесь легендарный D4CB блок. Давай мы сейчас с тобой снимем. Здесь беда с двигателем. Здесь, если посмотреть, этот вкладыш еще у нас кореной. Этот последний остался, наверное, самый живой. Тут давай покажем. Проворот вкладышей произошел, движок заклинил. А пробег какой был? Слушай, ну пробег заявленный на спидометре где-то в районе 200+. Но опять-таки, сам понимаешь, я не... На третий раз скручен? Возможно уже, да, там не первый раз они были скручены, эти пробеги. Поэтому верить, насколько он оригинальный, это... Коленвал, все, все, вон, видишь, вон, шатун. Вот. Здесь даже вот корень, если так посмотреть, вот он уже весь. Он и синий, дай-ка я протру его, чтобы у тебя лучше было видно. Вот, видишь, как хорошо видно. Все, их провернуло. А вот шейки шатунов тоже хорошо видно, что все, коленвал не выжил. Его только на помойку. Самое плохое, что еще провернуло. Здесь, видишь, он вкладыш крутился следы, да. Да, повреждена достаточно сильно постель, поэтому надо будет, будем его еще мерить, смотреть, подлежит ли этот данный блок восстановлению, либо же придется искать какие-то альтернативы для клиента. Ну, в целом, вообще, блоки же ремонтируют, да? Слушай, да, да, чугунные блоки поддаются восстановлению. Просто, возможно, что это уже выйдет, чем... Да, то есть, даже при повреждении шеек посадочных коренных, они восстанавливаются. Да, это, конечно же, дороже обходится, нежели просто переборка двигателя, потому что работа это достаточно дорогостоящая, но все это тоже можно сделать при желании. Ну, тут еще, помимо ЦБшного блока, вот у нас это уже тоже дизель 2.2, Д4... Алиминевым блоком? Да, Д4HE. Там у нас на улице стоит карнивал 2021 года. Автомобиль приехал со стуками в моторе со страшными. Вот мы уже сняли, разобрали. Вот здесь можно хорошо видеть вкладыш, как ты видишь, мы... Его провернул, и он уже... Это вот шатун у нас с тобой, да? У нас бедняжка посинел, там он... Крутился уже не на шейке самого коленвала, а внутри шатуна. Ну, если ты посмотришь, видишь, да? Да, они все получаются. Здесь провернуло все, что только можно. Вот все коренные провернули. Весь корень провернутый. Мы даже вот пока еще его... Специально сейчас ждем клиента не демонтировали это все, чтобы он все увидел своими глазами. Но провернуто все. Вон следы перегрева от того, что они крутились в постели. А так как блок алюминиевый, соответственно, я уже... Ну, все это, да. Это уже все. Блок, скорее всего, просто на выброс. Сейчас клиент приедет, посмотрит и уже заранее ищет какие-то варианты там нового. А пробег какой был у автомобиля? Слушай, пробег у него на 80 с копейками у него пробег на этом моторе. Примерно, плюс-минус предположения какие-то есть? Пока предположений, честно говоря, нет. Надо будет еще посмотреть, чтобы масло было уровень. Может быть, когда-то было какое-то масляное голодание, но следов именно... А экологический класс какой? Евро-6, они на... Все D4HE, они идут евро-6. То есть у них ниже класса нету. Это вот свежие Санта-Фе, это свежие Карнивалы. Начиная с 2021 года, которые именно были на наш рынок. То есть они в Корее чаще всего, кто параллельным импортом их затаскивает, они приходят еще на блоках HB 2.2 на чугунных, а это уже алюминий. И вот уже, к сожалению, не первый двигатель, который... Недавно была история. Недавно была история. Нинток на нашем филиале. То есть они... И вот, собственно, такая плачевная статистика по этим движкам, что показ надежность данных движков оставляет желать лучшего. Причем приезжают все на пробегах до сотки. То есть, ну, сам согласись, для нового автомобиля пробег до ста, ну, смешной. При том, что, как бы, люди, нельзя сказать, что запускали там обслуживание своего автомобиля, в свое время наменяли масло, следили за автомобилем. Еще охота, мы потом, чуть попозже, посмотрим состояние здесь корпуса масляного фильтра, да. Здесь некоторые жаловались, что были проблемы по давлению масла, и здесь внутри стоит у нас с тобой клапан. После замены данного корпуса вместе с клапаном давление масла переставало моргать. Вот нам будет интересно потом еще разобрать, посмотреть, потому что хотелось бы даже для себя разобраться, все-таки что является причиной. Либо конструктивная недоработка, в принципе, по всему блоку, да, его изначальный ресурс, либо же это какая-то мелочь, которая приводит к таким последствиям. Ну, будем разбираться еще. Тоже такая интересная история. Киа Соренто, дизелек, как видишь, уже он без морды. Ну, здесь вот по капоту, давай мы так немножко его приопустим, да, хорошо видно, что машина после достаточно сильного ДТП. Сейчас вот производим дефектовку именно по кузову, уже разобрали. Это дама в возрасте перевозила своих любимых кошек на дачу. И, собственно, достаточно такая нелепая ситуация, когда перебегали дорогу, она ушла от столкновения и обняла столб. Но на этом история не заканчивается. Как бы хозяйка расстроена в достаточно сильном ДТП, и понятно, что здесь ремонт даже по кузову обойдется достаточно в крупную копейку, но, помимо этого, попробовали вчера прокрутить двигатель в коленвал, потому что владельцы сказали, что она после ДТП остановилась, и автомобиль продолжал работать на холостом ходу, и после чего заглох самостоятельно. После этого она больше его не завозила. Попытались прокрутить коленвал, коленвал стоит намертво, в клену. И вот, давай, смотри, посмотрим. Здесь у нас был сильный удар попереду. Понятно, что от радиаторов там ничего не осталось, но вот у нас корпус масляного фильтра. То есть она несколько минут, уж сколько там, от 3 до 5 минут, стояла на холостом ходу, и, соответственно, все масло через лопнувший корпус масляного фильтра у нее вытекло. Ну и двигатель словил калина. Так что, к сожалению, к ремонту кузова надо будет еще восстанавливать двигатель. Либо менять. Тут уже, кажется, клиент сейчас показывал в шоке от всего случившегося, и думает, как это наименьшими затратами вернуть автомобиль вторую жизнь ему дать. Так, ну, что у нас с тобой еще есть? Вот тоже еще киосид после ДТП. Был у нас боковой удар в колесо. Здесь пострадал кузов, но основной удар пришелся именно на колесо, поэтому сейчас мы с тобой невидимы, но здесь придется еще полностью всю левую часть переднюю. Потому что смотри, хочешь покажу фокус? Смотри, рулем-то я кручу, а колесо на месте. Оторвало крепление на кулаке к рулевому наконечнику. То есть был такой силы удар, что кулак лопнул, тяга погнулась. На рычаге там есть небольшие следы деформации, поэтому придется менять полностью всю стойку с кулаком, с рычагом. Иначе мы просто банально развал потом не выведем. Вот тоже, смотри, Санта-Фешка второго поколения стоит. Дизель, Д4ЕБ. Вот уже мы с него сняли двигатель. Изначально клиент говорил, что, скорее всего, есть прогары ГБЦ. Прокладки ГБЦ, потому что она газеет, антифриз уходит. В принципе, диагноз был уже ясен. Даже клиент привез уже практически полный пакет запчастей. Там у него в машине уже новая головка лежит, расходники для этого. Но здесь, смотри, какая красота. Леш, сними нам, пожалуйста, ГБЦ. Есть перчатки? Саня из Мальдива. Можешь перевернуть на ноги? Ну, на пол ее кинь. О, смотри, головку, когда сняли, тут не просто прогар прокладки. Тут просто выгорела головка. Нету целого куска. Слушай, ну это же не сразу стучилось. Смотри, то сколько надо было ездить. Ну, я предпочит. И, скорее всего, здесь и компрессии не было. Она и работала, вот, крайне нестабильно. А просто как мы головы слушали. Да, 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 да. Здесь есть он, да. Он, если посмотреть, здесь небольшой, есть трещинка. Трещина вот здесь прям хорошо видна. Она и здесь он есть. Ну, вот, рубашка в охлаждении такая дырка, ты же понимаешь. Но здесь вообще вопросы к тому, как этот двигатель еще все-таки работал даже вот с таким дефектом. Это просто говорит о том, что он нагревался до посинения. Посмотрите, на пошли. Да, ну, где там задрал вообще. Вот, ну, смотри, давай сейчас я свет, этот свет возьму. И сюда, с этой стороны. Смотри, если... Да, там и с той стороны хорошо видно. Смотри, как, видишь, то есть состояние поршневой. А вот эти вот у нас, там и первый, и второй, со всех сторон давайте покажу. Здесь. Здесь такой Сталинград. Ну, явно были температуры, да, локальные перегревы, плюс еще задиры, потому что это, видишь, даже не то, что задиры, оно именно... Оно именно синеватое оттенок носит. То есть, локально нагрелось. Любому, получается, образовать? По-хорошему, с блоком тут вообще много вопросов. Но клиент торопится, говорит, что... Сейчас вот как раз с ним общались. Он уже, причем, эти задиры видел, он делал предварительно эндоскопию в другом месте. И хочет рискнуть, а просто поменять головку. Ну, здесь мы можем только дать рекомендации, сразу предупредили, что как это будет работать все. Только покажет финальная сборка. Хотя я бы не рискнул оставлять в таком состоянии поршневую. Ну, тут, во-первых, вопрос, что с колечками уже первый вопрос. Потому что она реально пригревалась. Даже когда головку-то откручивали, там ее буквально чуть ли не трещоткой смогли открутить. То есть, от перегрева потянуло болты, и ее демонтировали вообще легко. Поэтому вопросов много. Клиенты приезжают сюда с пробегом и 200, и 300 тысяч. Единственное, что да, у них как бы единственный момент, то, что со временем головки, ну, сколько там, головки ходят 1200 в среднем. Потом, если не запустить этот момент, достаточно будет просто поменять головку, а поршневая ходит и 300 плюс без ремонта при должном обслуживании. Ну, и сейчас оптимальный вариант по ремонту этих моторов, это все-таки покупить, найти где-то более-менее контракт, да? Слушай, ну, по факту, да. То есть, чтобы самый бюджетный вариант, на вторичке контрактники стоят достаточно приемлемые суммы. То есть, там в пределах 200 тысяч рублей этот двигатель можно найти полностью в сборе, даже с навесны. и в хорошем состоянии. Ну, конечно, да, если его брать, в любом случае, поехать туда, либо пригласить кого-то, да, там с эндоскопом, либо там, ребята, чтобы на месте показали состояние хотя бы поршневое, может быть, скрыть поддон, посмотреть. Ну, так как ресурс двигателя изначально очень большой, на вторичке люди привозили в хорошем состоянии. Были случаи, когда прям, ну, при заводке он работает как часы. И люди уже, там, у меня больше года, как на этих контрактных движках катаются, просто масло меняют и проблем не знают. Но здесь человек торопится. Я ему говорю, давайте, может быть, поищите контрактник, привезете, у нас все равно все снято. Мы вам сейчас поменяем, но здесь жмут сроки, и есть желание верить в чудо. Ну, мы будем наблюдать за этой историей, да? Да, мне даже будет самому интересно посмотреть, посмотреть, что после сборки, как это все будет работать. И даже если это все заработает, как долго человек сможет на этом двигателе потом в дальнейшем поедить. Попытаемся его помониторить, поконтролировать и какую-то информацию даже для себя, и потом для вас озвучить, как это все будет выглядеть. Ну, смотри, в принципе, наверное, на сегодня все. Это самое интересное, что вам рассказали. Про замены масла колодок, я думаю, вам уже далеко не интересно. Ну, и постараемся такие интересные случаи фиксировать, давать вам обзоры на них. Будут ли еще какие-то вопросы, пишите в комментариях, постараемся ответить. Ну, я думаю, что про некоторые из этих движков ждите вторые серии, мы обязательно их покажем. А на сегодня, ребят, все. Еще раз не забывайте, подпишитесь и следите за нашими историями. Всем счастливо!